Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Константина Стрельникова, его пыт к славе, неудачный брак с известной актрисой и как сейчас живет этот замечательный актер и как складывается его судьба. Константин Стрельников – российский актер, который обрел популярность и известность благодаря своей талантливой игре, как в главных, так и во второстепенных ролях, детективных и мелодраматических сериалах. Артисту удалось попробовать себя в самых разнообразных образах и амплуа, и полюбиться телезрителям. Будущий актер появился на свет в 1976 году в Камертау. С самого детства он был творческим ребенком с богатой фантазией. Маленький Костя грезил стать художником и все это время стремился осуществить свою мечту. Он даже поступил в художественное училище. Однако после второго курса парень вернулся в школу и доучился еще два года. Получив аттестат о среднем образовании, Константин решил попробовать себя на режиссерском факультете Уфимской театральной академии. После окончания этого вуза молодой человек стал выходить на сцену русского драматического театра. Однако ему давали лишь небольшие роли второго плана, и Константину, конечно же, этого было мало. Поэтому одновременно с основной работой он устроился диджеем в местный ресторан. Константину хотелось развиваться дальше, и он решил отправиться в Москву и попробовать свои силы в Щукинском училище. К сожалению, молодому актеру не удалось поступить, так как на тот момент он подхватил корь, после чего потребовалась длительная реабилитация. Однако он не сдавался и решил снова попытать удачу, но уже в другом театральном вузе. И в этот раз фортуна была на его стороне. Константин стал студентом Гетиса. Не заставил себя ждать и его дебют в кино. Впервые на экранах молодой актер появился в начале 2000-х годов. Его первой работой в кино стал эпизод «В ленте под полярной звездой». Следующие 6 лет актеру предлагали только небольшие роли. Однако все изменилось, когда его пригласили на главную роль в картине «За секунду до». После этого актеру стали поступать множество предложений от режиссеров. На сегодняшний день фильмография этого актера насчитывает более 60 работ в кино. Среди них можно выделить такие картины, как «Просто повезло», «Бумер», «Фильм второй», «Пассажир без багажа», «Секунда до», «Жить», «Адмирал», «Высоцкий», «Спасибо, что живой», «Погоня за прошлым», «Женщина с прошлым», «Эйнштейн», «Теория любви», «Вне игры», «Сережки с сапфирами», «Тень дракона», «Жизнь прекрасна», «Красная зона» и многие другие. Личная жизнь. Свою будущую супругу, известную актрису Полину Сыркину, Константин повстречал на съемках картины «В полдень на пристани». На съемочной площадке эти актеры играли влюбленных. И так получилось, что симпатия перешла в реальную жизнь. Таким образом, между актерами возникли романтические отношения, которые в конечном итоге привели к бракосочетанию. Константин старше Полины на 10 лет, однако им это совершенно не мешало, потому что они были счастливы вместе. Позже супруга актера признавалась, что она негативно относилась к отношениям на съемочной площадке, но жизнь невозможно впихнуть в какие-то рамки. К сожалению, в 2016 году творческий тандем распался. Оказалось, что Константин и Полина были очень разными людьми, и порой было нелегко услышать или понять друг друга. По крайней мере, так они озвучили причину своего расставания. На сегодняшний день сердце Константина свободно. В свободное от съемок время актеру нравится плавать с дельфинами. Кроме этого, Константин очень любит рисовать, он очень самокритичен и порой даже уничтожает свои авторские работы. Пожелаем этому актеру всего самого наилучшего, творческих успехов, новых проектов, главных ролей и, конечно же, обрести свое счастье. Делитесь своим мнением в комментариях, как вы относитесь к этому актеру, нравится он вам или нет, какие проекты с его участием вы успели посмотреть, какие вам больше всего запомнились, какие, может, даже полюбились. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.